Здравствуйте, уважаемые книголюбы! Мы продолжаем цикл передач, посвященных книгам, творчеству, библиофильству, так скажем. Сегодня речь пойдет об Александре Дюма-отце, моем любимом писателе, творчеством которого я занимаюсь, можно сказать, всю сознательную жизнь, и которое началось в раннем детстве. Для многих, конечно, образ Дюма-отца, прежде всего, является единственным и неповторимым, потому что мало кто знает, что у него был еще сын, писатель, Дюма-сын, так он подписывался, автор романа «Адама с камелиями». Но он вошел в историю, конечно, литературы, но занимает в ней гораздо меньшее место, и сегодня речь пойдет о Дюма-отце. Увлечение творчеством этого писателя началось у меня в 70-е годы, когда я еще был школьником, естественно, и в ту пору на киноэкраны вышли французские фильмы, такие как «Раф Монте-Кристо», «Три мушкетера», «Черный тюльпан». И еще не читая, я уже был захвачен этими приключениями, которые разворачивались на экране, и, естественно, предвкушал чтение этих произведений. Это все чтение было непростым делом, поскольку в казахстанском поселке, где я жил, достать эти книги, ну, что называется, «Днем с огнем не сыщешь». Три мушкетера попались мне как-то в нужном возрасте, вот, то есть где-то в классе в шестом, и то дали на одну ночь, и мы с братом читали там перелистывая страницы, как-то лихорадочно. И даже имя главного героя Д'Артаньяна я, можно сказать, по буквам прочитал, наверное, на последней странице, то есть я там считал, что в середине буква не «Н», а Д'Артаньян почему-то читал, а потом где-то уже на 690-е странице, там ближе к концу, обратил внимание. Но это сути не имеет. Вот. Получилось так, что «Три мушкетера», прочитав «Три мушкетера», я следующей книгой, которая попалась мне года через 2-3, был «Викон Деброжелон», то есть вторую часть трилогии я не прочитал тогда. Потом, значит, 20 лет спустя попалась уже в армейское время, и то я там ее не прочитал, а прочитал уже много позже. Граф Монте-Кристо и королеву Марго присылал мне дядя из казахстанского города Джамбу посылкой, я прочитал, очень ему был благодарен, отправил посылкой обратно, потому что это была ценная посылка, которую ни в коем случае нельзя было потерять. Ну и, естественно, в те годы же у меня и возникло желание собрать как можно больше произведений Дюма. Кстати, в ту же пору я прочел еще и книгу «Три Дюма» на время Руа, узнав о жизни, о творчестве Дюма. Вот книга, конечно, шикарная просто, очень хорошая. Вот, я считаю, вообще, это лучшая книга, написанная. Упрекают Маруа в билетристичности, вот, то есть, что он больше билетрист писал как билетрист, нежели чем как биограф. Вот, но я считаю, что это все-таки и достоинство книги, она читается легко, и хотя потом у меня появились другие монографии, вот, но, тем не менее, эту книгу я все-таки очень ценю и считаю, ее ставлю на одно из первых мест. Вот, Дюма, как известно, написал очень много, написал очень много, и мне посчастливилось, посчастливилось в этой жизни, что все-таки было предпринято такое издание. Сначала был 12-томник, в моей молодости он уже, который попал только на плоти библиотеку, у меня был один тон есть его. Вот такой 12-томник был, на котором было написано, это просто библиотечный фон, то есть он попадал только в библиотеке, только в библиотеке, естественно, в читальные залы, где можно было прочитать. Ну, тем не менее, это был уже какой-то прорыв в 79-м году в издательстве художественной литературы. Потом появлялось еще зеленое издание 15-томник, ну, книголюбы знают, о чем я говорю. Это тоже было очень такое раритетное издание, которое приобрести было практически невозможно. И, наконец, уже в послеперестроечное время стали издавать сначала 50-томник, черный 50-томник, но он был на плохой бумаге, черно-белые там иллюстрации, по-моему, не было, были только фотографии. И, наконец, вот с конца 90-х, по-моему, не знаю, боюсь соврать, пошел вот это собрание сочинений, которое сначала тоже анонсировалось как собрание сочинений в 50-томах, но потом было продолжено и сейчас приближается, вот буквально в эти дни, издано в 92-м году арт-бизнес-центр под руководством Михаила Яковенко, вот, стал осуществлять вот это издание, которое продолжается по сей день. Ну и у меня большинство этих томиков собрано сначала благодаря одной женщине, которая собрала, уже выкупила где-то 20 томов и уезжала в Германию, и как бы мне достались эти, выкупил я у нее эти 20 томов, а потом уже продолжал собирать сам. И на сегодняшний день даже есть договоренность с самим издателем Михаилом Яковенко, который, как бы, обещает мне немножко по эксклюзивной цене уступить там некоторые тома, которых у меня нет. Ну, по сути дела, у меня основные художественные произведения, да и публицистика, присутствующие в этом собрании, они собраны. Кое-что есть, конечно, в электронном издании, но это мало. И вот я немножко хотел рассказать об этом собрании сочинений, поскольку оно наиболее полное. Дело в том, что при жизни Дюма, при жизни Дюма был, было издано собрание сочинений в 301 томе в издательстве Мишеля Леви. Даже я знаю одного ленинградского книголюба, который сказал, что якобы у него это собрание сочинений есть на французском языке. Но я такое собрание видел единственный раз во Франции, в Париже, в замке Монте-Кристо. Это замок Дюма, сохранившийся со времен его, ну, он сам возводил этот замок, и теперь он существует как музей в пригороде Мар-Ле-Ля-Руа под Парижем. Вот, где я побывал и где я видел живьем это вот собрание сочинений. Ну, поскольку надо знать язык, и потом там томики маленькие, я думаю, что вот этот 100 томник, он во многом может быть, если не полностью, компенсирует вот это издание. И очень хорошо, что оно вышло в переводе на русский язык, благодаря тому же Яковенко и его команде. Вот, что вошло в это собрание сочинений? Ну, если потомам пройтись, то начинает, значит, тут соблюден такой хронологический и временной промежуток. То есть, Дюма задумывал в 30-е, в конце 30-х годов, он, как все французы, был таким гигантоманом. То есть, Бальзак делал серию «Человеческая комедия», Золя гораздо позже делал такую серию, как «Ругон Макарри», там, где, значит, на истории одной семьи я описывал чуть ли не там огромное количество времени во Франции охватывал. Ну, а Дюма, конечно, попытался все это осуществить на ниве истории, поскольку он себя считал историком, вот, хотя многие ему в этом отказывают, говорят, что у него много каких-то досадных там проколов с исторической точки зрения. Но, тем не менее, это так. И вот он задумал серию романов в конце 30-х годов 19-го века, которая должна была называться «Драма Франции», и которая должна была охватывать период от 16-го века или даже 15-го. То есть, вот в этот первый том как раз и вошли вот эти ранние романы. Первый роман его был «Изабелла Баварская» и «Повести. Приключения Ледорека», «Пипин Короткий», «Карл Великий», «Пьер де Жак». Ну, представляете, это эпоха Карла Великого, вот, потом «Изабелла Баварская», это эпоха Карла VI, вот, все это еще написано не в такой традиционной манере Дюма, вот, которые мы знаем по трем мушкетерам. Здесь это более похоже, эти романы, даже роман вот этот «Изабелла Баварская», он больше похож на историческую хронику, чем на такой вот билетаризованный роман. Вот. Дальше пошли, значит, во втором томе известный по многим публикациям даже в советское время роман «Осканио», вот, помните, да, он посвящен королю Франциску I, и Бенвенута Челени, великому итальянскому художнику, который работал при его дворе. Ну, и там много приключений, вот, вот тут уже Дюма, как говорится, во всем блеске и предстает перед нами в этом романе. Третий том входит тоже известный роман, рыцарский роман «Две Дианы», значит, там, если я не ошибаюсь, эпоха Генриха II, вот, который был ранен там в глаз, если помните историю, вот. После третьего тома, ну, тут, конечно, это я все очень утрированно говорю, на самом деле, тот, кто читал хотя бы один роман Дюма, представляет каскад приключений, любви, всех вот этих хитросплетений сюжетов, какие-то там двойные линии, одни герои, другие, третий, юмор его искрометный, это все включают его вот лучшие романы, в число которых вот и входят и Асканио, и «Две Дианы». Дальше пошли три романа, которые составляют трилогию о религиозных воинах, это «Королева Марго», «Графиня де Монсаро» и «45». Ну, и после этого, эти вот, эта эпоха была, значит, там какой, 16 век, по-моему, вот, то есть эпоха Генриха III, Генрих IV немножко там и так далее, вот. И в седьмом томе мы приближаемся к нашей известной мушкетерской трилогии «Три мушкетера, 20 лет спустя» и «Викон Деброжилон». Здесь я уже от комментариев вообще отказываюсь, потому что, ну, все читали, если не читали, видели киноверсии, это, конечно, замечательные романы, вот, написанные. Ну, надо еще что сказать. Многие упрекали Дюма, что он, что романы типа ему не принадлежат, пишут его секретари. Это отчасти верно, потому что лучшие его романы были написаны в, ну, как сказать, в сотрудничестве или вдвоем с, такой был писатель, Агюст Маке. Вот, лучшие там 25 или 30 романов, 29, по-моему, были написаны именно с этим Агюстом Маке. И так получилось, что вот и мушкетерская трилогия, и вот трилогия о религиозных войнах королевы Марго, Мансаро, 45. Это все дело рук не одного только Дюма, но и Маке. Вот, Маке был профессиональный историк, закончил колледж Генриха IV. Естественно, у него были необходимые знания для того, чтобы рыться в архивах, писать черновой вариант. А Дюма уже как архитектор правил это все, доводил до кондиции, и вот уже получался готовый продукт. Некоторые утверждают, что, ну, типа того, что Дюма выполнял чисто редакторскую работу. Но это не так, потому что в последнее время было издано несколько романов Агюста Маке, написанных им самостоятельно. Вот, где, по сути дела, тоже очень интересные романы, но, как говорится, не хватает там блеска какого-то, блеска, остроумия, закрученности, интриги. Вот то, что, видимо, привносил Дюма все-таки. Вот все эти элементы привносил Дюма. А Маке был хороший, добросовестный писатель, вот, он бы, наверное, нос утер многим нашим писателям нашего времени, вот, то есть он крепкий писатель был. И как историк, и как стилист, все у него было. Но уровень тогда, видимо, был другой. То есть Дюма, которого не все считают даже серьезным писателем, хотя он на самом деле очень серьезный писатель, вот, он имел уже такой уровень, который, в принципе, многим из наших прозаиков даже не снился. Ну, пойдем дальше. Значит, что включают следующие тома. После одиннадцатого тома, где заканчивается векон Деброжилон, идут «Женская война», «Сильвандир», ну, это уже такие второстепенные романы, но тоже написанные с блеском, вот, и вполне в духе Дюма, и вместе написанные с тем же самым Агюстом Маке. «Шевалет Арманталь» – это вообще первый роман, он вошел, один из первых романов, в тринадцатый том он вошел. Он был написан, «Черновик» был написан Маке, это первое произведение, с которым Маке пришел к Дюма с просьбой его, ну, как подправить, там, или что. Вот, роман по-другому назывался, Дюма его подправил, и получился вот такой роман «Шевалет Арманталь». И в этот же том входит дочь регента. Далее идет граф Монте-Кристо в двух томах, значит, графиня Солсбери, Эдуард Третий – это историческая, исторические романы, хроники, которые больше примыкают к вот этой же Изабеле Баварской, но вот немножко другая эпоха. Рыцарский роман «Бастард де Молеон», он входит в семнадцатый том. И потом идет так называемая тетралогия о французской революции. Она состоит, значит, из романов «Жузеппе Бальзамо», «Ожерелье королевы», «Анш Пету», «Графиня Шарни». Ну, примыкает к ним еще «Шевалет де Мезон Руш», это самостоятельный роман и волонтер девяносто второго года. Кстати, о «Шевалет де Мезон Руш» есть такой анекдот, не знаю, но он, Маруа приводится, вот, да и другими биографами приводится, что Дюма его написал на спор за несколько вечеров, что ли, или даже за несколько часов, то есть он закрылся в комнате, писал, подсовывал эти листы, исписанные под дверь, а те, кто заключил пари, только получали готовые продукты. Таким образом, вот, был написан этот серьезнейший роман, вот, ну, верится, но все, что связано с Дюма, это все где-то на грани мифа и анекдотов, вот, и действительности. Ну, хотя многие анекдоты, тот, кто знает, знаком с биографией Дюма, согласится, что вся его жизнь была не менее увлекательна, чем приключения мушкетеров и графа Монте-Кристо. Вот, после этого, я считаю, что вот эти французские романы о французской революции, это самые наиболее серьезные исторические романы Дюма, потому что ему удалось, ну, довольно рельефно, объемно описать эту французскую революцию, и среди его героев были все эти политические деятели, такие как Дантон, Марат, Жан-Жак Руссо там проходит, вот, и ему довольно удалось все это описать достоверно, не искажая исторический факт, в чем его всегда упрекали, и с чем он даже, как иногда и соглашался, он же, знаете, известная фраза, он говорил, что история – это картина, история – это рама, в которую я вставляю свою картину, вот так он говорил, вот, и во многом это было оправданно, то есть он, конечно, приукрашивал историю, можете даже посмотреть, почитать «Королеву Марго» и посмотреть одноименный фильм с Изабелля Джани, тоже, наверное, в 90-х или начала 2000-х, где, в общем-то, сценаристы, режиссеры все, они попытались изобразить Францию того времени такой, какая она была на самом деле, но это кучка дикарей каких-то там по пещерам бегают, это «Королева Марго» там какая-то заморажка, на самом деле Дюма умел красиво это описать, у него там, представляете, все эти вереницы герцогов в кружевных жабо, танцы, все это, ну, красиво, может, он и погрешил против действительности, может, действительно Франция была таковой, как вот в фильме с Изабеллей Джани в главной роли, но хочется нам верить, что было вот так, как у Дюма, вот, поэтому вот так. Дальше идут соратники Егу, белые и синие, дочь Маркиза, таинственный доктор, ну, то есть, практически дальше пошли романы, которые малоизвестны, и написаны они, Дюма, в соавторстве с другими писателями, у него, помимо Мака, были и другие соавторы, вот, последние романы он написал в соавторстве с Гаспаром Шервилем, это был такой охотник знаменитый, вот, ну, как писатель он был весьма и весьма незначителен, и даже золотое перо Дюма, по сути дела, не спасло ситуацию, потому что, ну, когда фактура такова, поэтому вот я бы сказал, что поздние романы, они, ну, не так, не с таким интересом читаются, все-таки не достает вот этой талантливой руки Маке, вот, и вот этого их двуединства, когда два писателя, как бы, нашли друг друга, дополнили друг друга, и вот такой консенс у них получился. Ну, по сути дела, вот, роман Асканио, он тоже написан не с Маке, роман Асканио, Поль Мерис писал, это больше, ну, как бы, друг Виктора Гюго, чем Дюма, но, тем не менее, вот такой блестящий плод соавторства с Дюма у него имеется, и вот этот Поль Мерис тоже блеснул в соавторстве. Ну, я говорю, не всем это удавалось, не всем это удавалось, поэтому, вот. Ну, не буду я, может, пересказывать все собрания, еще собрания сочинений, оно на сегодняшний день, я говорю, вышло уже 96 томов, это при том, что, вы знаете, не вошло еще туда ни единой пьесы, хотя у Дюма было очень много пьес, это, ну, законно, томов 10-15, а то и больше, потому что пьесы, они тоже объемные, допустим, для такого томика, ну, я думаю, 4-5 пьес, это самое большее. Но они пока еще, к сожалению, Яковенко не занялся переводом пьес. Не вошли, мемуары Дюма еще остались пока за пределами, я вот жду, не дождусь, не знаю, дождусь или нет вообще, потому что, ну, вдруг он вот так закончит на сотом томе, скажет все, типа того, что он, потому что сам уже человек пожилой, в возрасте, не знаю, как, вот если в этом году удастся повидаться с ним, и поговорить, я, наверное, более так подробно буду располагать информацией о продолжении вот этого собрания сочинений, но пока вот сказать не могу. Поэтому вот очень, конечно, в это собрание сочинений много он включил всяких путевых впечатлений. Дюма у него еще это целый раздел его творчества, это путевые впечатления, он любил путешествовать и, как многие знают, побывал и в России, и на Кавказе, есть у него путешествия в Россию, у меня здесь есть одни. То, что, в принципе, вот у меня не присутствует в этих красных томах, вот если обратите внимание, есть еще у меня тут три полки, где Дюма представлен в отдельных изданиях, и там есть этот трехтомник, путешествия по России, Кавказ, это все издавалось в издательстве «Ладомер», Кавказ, по-моему, издавался каким-то кавказским издательством под редакцией Михаила Буянова, который долгое время руководил российским обществом друзей Александра Дюма, куда и я входил в качестве члена правления этого общества. Вот, поэтому я много знаю о Дюма, вот, и смею надеяться, что вот это собрание его произведений, где широко представлены его прозаические произведения, романы, повести, рассказы, вот, и вот эти путевые впечатления, исторические хроники сюда вошли же, вот в это собрание сочинений, в эти 96 томов, вот. Ну, а отдельно, отдельно у меня и пьесы есть, и отдельно я и сам занимался немножко переводами Дюма, даже в моей короткой биографии есть такой примечательный эпизод, когда, еще не читая графа Монте-Кристо, то есть я не мог его достать нигде, в ту пору своего глубокого детства, а находился в это время на Кавказе, и мы с другом, который по национальности был грузин, переводили графа Монте-Кристо, ну, хватило нас на одну главу, с грузинского языка на русский. Даже вот такой был этот эпизод. Ну, это, конечно, тоже почти анекдот. Ну, нет, не анекдот, это имело место в действительности, но тем не менее. Вот. Поэтому, дорогие книголюбы, я считаю, что в моей библиотеке Дюма представлен наиболее полно, как в нашем родном городе Орске, так и, наверное, в Оренбургской области, по крайней мере, вот другого такого человека, увлеченного собиранием произведений Дюма. Ну, и не только собиранием, я ведь их и читаю, я практически все эти произведения, ну, прочитал, может быть, еще не все, но проглядеть, проглядел, многие прочитал, и продолжаю это занятие по сей день. Вот. И хотел бы и с вами поделиться, как бы, если у кого-то есть желание почитать, ну, обращайтесь, всегда, всегда можно найти, если вы мои земляки, вот, тем более, я вам готов, значит, это, в качестве какой-то библиотечной, оказания библиотечной помощи, ради Бога. Буду рад только таким же сумасшедшим дюмоведом, как я сам. Все, до свидания, до будущих встреч.